Всем привет! Давно мы с вами не виделись, и сегодня сразу же, так не объясняю вам, где я пропадаю всё это время, покажу вам покупки одежды. Надеюсь, солнышко нам не будет мешать. Кто из вас живёт в Израиле, вы, наверное, знаете, что у нас сейчас начинаются скидки. Во всех магазинах у нас такой, как mid-season распродажа, что такое, средний сезон. В общем, было, что хочу вам показать сначала, да, была распродажа в Mango 40% на весь магазин. И также я сделала несколько заказов с магазина Next, кстати, это футболка, которая на мне тоже с магазина Next. Вот давайте с неё и начнём. Заказала себе вот такую футболку, она такого синего цвета, она вот, видите, как здесь с дырочками, так она идёт по, в принципе, по всей кофте, эти дырочки немного просвечиваются. Она сделана из хлопка, прикольненькая такая, достаточно длинная, я уже в ней относительно долго хожу. Мне нравится у неё, что такой вот относительно длинный рукавчик, потому что я из тех, кто не любит, не, не, как это называется, ну, маечки на лямочках и не, не вот на таких бритцельках. Ну, в общем, я люблю, чтобы был рукав, а я себя более комфортно чувствую с рукавом. В общем, заказала себе с Next. И также с Next заказала вот такую вот белую, она вот такая вот, тоже такая разболхайка, я бы её назвала Кофта Кимоно. У неё такой немножко есть узорчик, вы сейчас видите на картинке, в общем, тоже очень удобная, классная. Единственное, что этот материал её, он синтетический, и я немножко, знаете, перестала покупать себе именно в плане работы одежду, которая сделана из хлопка, потому что она после двух-трёх стирок не очень уже хорошо выглядит. И я стала себе более покупать такие смешанные с синтетическими материалами, или более такие, ну, знаете, ну, более такие, как это сказать, более благородные материалы и более красиво выглядящиеся. Что я сказала, не знаю. В любом случае, единственное, что мне в этой кофте не очень нравится, она немножко полнёт. Вот. Но ничего, мы с ней справимся. Зашла я как-то в H&M, вы сейчас обратите внимание, что все кофты, которые я покупаю, они одного цвета, без всяких рисунков, без всяких цветочков, без всяких, ничего не наляпано, потому что я не люблю на себе никакие рисунки и ничего. Я обычно покупаю только обыкновенные цвета, то есть, ну, просто цвет одного цвета, и очень-очень люблю на лето белый цвет. У меня очень много белых, именно, кофточек на лето. Купила вот такую вот кофточку в H&M, она тоже, кстати, сделана из синтетического материала. У неё здесь вот такая вот вышивка красивая, напоминает мне мой сводимый плать. Очень симпатичная кофточка. Единственное, что для H&M она стоила дорого, и просто мне очень нужна была такая кофточка, поэтому я потратилась, но она неоправданно для H&M дорого стоила. И когда была 40% скидка в Mango, то я себе купила там, не две, пару вещей. Начнём с кофточек. Я купила вот тоже вот такую вот чёрную. Она интересно сделана, она сделана с такой вот маечкой под низом, которая сделана из натурального материала, из вискозы. А сверху это полиэстер, и она выглядит очень прикольно, очень, так, знаете, богато-благородно. Но, в принципе, она как обыкновенная чёрная футболка. У неё тут такой вот есть милышенственный разрез сзади. Она стоила очень недорого, поскольку была 40% скидка, и я её сразу ухватила. И я ухватила, по-моему, последнюю, последний размер, она была единственная. И я её сначала взяла, померила, отложила, ушла, походила по всему торговому центру, вернулась и взяла. То есть подумала, нужна ли она мне или нет. И ещё, что я взяла в Mango, была вот такая вот белая, красивая, тоже сделанная из какого-то синтентического. Материала, чтобы она более красиво выглядела. Вот видите, она такая, как, как она называется, бабочкой. Сзади у неё очень-очень-очень сильный разрез. Прямо, ну, он как бы до бюстгальтера доходит, и бюстгальтер не видно, это хорошо. Её можно надевать куда-то, не знаю, с юбками. В общем, она очень классно выглядит, очень такая вся летучая. Всё, что вы видите, что я сегодня вам показываю с футболкой, она всё идёт с рукавами. Мне очень важно, чтобы был рукав. Для меня это вообще первый критерий, когда я начинаю выбирать, чтобы был маленький рукавчик. То есть, даже не маленький, а более, потому что если маленький, он задирается, чтобы был рукав. И в Израиле, кстати, с этим дико-дико сложно. Теперь хочу вам показать две юбки. А юбки тоже такие простые на каждый день, и они как раз-таки идут уже из хлопка. Первую я купила в H&M. У них, знаете, есть вот такая вот просто полосатая, обыкновенная. Она идёт до колена, такая плотного такого хлопка. Вы знаете, у H&M есть такой отдел, который называется, сейчас вам скажу, что тут на юбке написано. Такой отдел, где продаются хлопчатобумажные, так это называется, хлопчатобумажные изделия. И они, кстати, очень неплохие. У меня есть несколько вещей, которые уже мне служат очень много лет. Это называется LOGG, Label of Graded Goods. В общем, мне она очень понравилась, и я просто её увидела, одела, померила, классно выглядела и взяла. И также одной из моих давнейших покупок была вот такая вот юбка, которую вы нифига не поймёте. Вот она выглядит непонятно как. Она здесь, она называется Wrap Escort, то есть она, ну как это перевести, ну в общем, заворачивается. Ну в общем, сейчас вы видите на фотке. Фотки вы видите, они абсолютно разные. Как могла, так вам фотографировала, чтобы было понятно, что я вообще купила. Её я заказывала на SheInside. Она реплика юбки Александра Ванга, по-моему, Александра Ванга Ти из Ти Коллекшн, которая была года 4 назад, очень популярная. Тоже сделана из обыкновенного хлопка, ничего особенного, но на каждый день она такая прикольненькая, но прослужит она буквально только один сисон. Следующие две вещи. Это была абсолютно спонтанная покупка. Я шла мимо Forever 21, я его в Израиле не люблю, никогда в него не захожу. И качество у него такое, так себе не очень мне нравится, но зашла, увидела, померила, влюбилась. Купила себе две пары штанов из пештана и ещё какого-то материала с чем-то там связан, смешан, пештан и ещё что-то. Значит, первое, это вот такие вот штаны, они вот такие вот оранжевые. Я не знаю, как вам камера их будет передавать. Они настоящего такого огненно-оранжевого цвета. Они идут как капри, но я их называю штанами Аладдина. Аладдина, они, видите, здесь вот, ну, около, как бы, около лодыжки они сужаются. Если девушка высокая, я метр шестьдесят четыре. Если девушка высокая, то у неё это будет как подниматься. В общем, я их, короче, видела на сайте Forever 21. Я когда посмотрела, как они выглядят на модели, я ужаснулась, потому что я бы с моделями их никогда в жизни бы не купила бы. Но модель была высокая, и на ней они выглядели намного короче, нежели они выглядят на мне. На мне они, в принципе, как обыкновенные штаны, просто такие немножко crop. То есть, ну, семь восьмых, вот. Очень удобный, очень классный. Я в них уже хожу, и хожу, и хожу, и мне уже надоело не ходить, потому что я только в них хожу. И вторые штаны тоже из той же серии шпиштановые. Они вот такие вот штаны шаровары. Видите, они идут полностью прямая нога. Тоже из той же серии, из того же материала. Есть у них два кармана. Кстати, и те, и эти штаны, они стоили абсолютно дешево. И их раскупили моментально. Я вообще, там были, по-моему, пять или шесть цветов в Израиле. Их вот так вот раскупили. Эти цвета, это я взяла не потому что они мне понравились, потому что это то, что осталось на его размерах. Потому что их раскупили моментально. В общем, вот такие вот шаровары. Очень мне нравятся, очень классные. Давно я такие шаровары хотела. Вообще же, поскольку я девушка маленькая, шаровары. Меня немного смущает, поскольку их называют шаровары. Они могут, знаете, ну полнить. Но эти вроде не полнят. Вот и так нормально выглядят. Еще одна вещичка, которую я купила в Мангу на той же распродаже. И по поводу которой я сомневалась, но сфоткав себя и послав подружкам. Тремя, я уже не помню, кому я послала. Каждая высказала свое мнение по-разному. И в конце концов я решила купить. Но меня смущала даже не модель. То есть модель тут такая крупная, и многих смущает, что это делает более такое крупное тело. Меня смущала расцветка. Потому что, кто живет в Израиле, может мне понять, что это может быть такая немножко расцветка арабского стиля. Легко говоря. Короче, это вот такая вот куртенка. Даже не куртенка. Я даже не знаю, как это называется. Ну, типа пиджачок на каждый день. Как оказалось, ее можно носить и вот черный, и светлый. Нужно просто эту манго и блямку снять. И можно носить ее туда и туда. Я искала, знаете, что-то такое простое, легкое, чтобы не было ни кардиган. Но заменил мне кардиган в наши израильские вечерние, вечернюю погоду. Потому что я живу в горах, как я уже повторяла не раз. И здесь все-таки погода другая отличается от всего Израиля. Вечером у нас холодно, но недостаточно холодно для кожаной куртки или для джинсовки. То есть холодно для кардигана. Но кардиганы, я вот у меня проблем с кардиганами, их не особо люблю. И пиджаки очень часто, у меня много пиджаков, но они очень часто выглядят очень строго, так по офисному. Мне хотелось что-то такого простого, вот с теми же штанами, с шортами, с джинсами. Ну, такого простого. В общем, все, она мне как-то так понравилась, так пригляделась. Она выглядит как халат какой-то, я знаю. Ну, не знаю, она мне очень понравилась. Ну что, теперь давайте перейдем немножко на обе фил. покажу вы, в какие сандалеты я купила на лето, и аксессуары, давайте начнем с аксессуаров, вы, наверное, заметили, что у меня появился новый браслет, у меня появился новый браслет, я купила его от какой-то фирмы, Томас Сабо, вот такой вот браслет, он тоже браслет Чармики, да, только тут Чармики, они уже, ну, знаете, такие, типа а-ля Тиффани браслет, но в Израиле, я не знаю, продается Тиффани, не продается, в Израиле Тиффани никогда не видела, и я увидела этот Томас с собой, и очень-очень захотела, и все-таки решилась на покупку, в общем, купила, и мне как раз первый Чармик шел в подарок, это этот четверолистик, то есть, ну, удачу. Еще одна вещь, которую я вам уже показывала, и она меня сейчас зацепила за микрофон, которую я вам уже показывала в влогах, и я ее купила в Риге, когда я была последний раз, в марте, когда мы были, в марте, когда я ездила на концерт от Ширена, а сумка, я купила себе такую сумку, и она как раз на лето идеальная, и размер у нее идеальный, и вообще это идеальная сумка, и я от нее тащусь, и, в общем, ее очень люблю, в нее очень много чего влезает, на самом деле, еще и сюда у меня влезает бутылка воды, а у нее очень хорошая окраска, подходит совсем как ни странно, даже с рыжими штанами она классно выглядит, и у меня, в общем, новый любимый цвет сумок, это вот такой или такой, то есть, вот такие вот цвета, даже этот розовый классно выглядит. В общем, это сумка от DKNY, в тех моментах, как я купила, я не перестаю с ней ходить, очень много получаю по поводу у нее комплиментов, и помимо всего, она просто безумно-безумно удобная, у нее просто идеальный размер, поскольку она не большая, не маленькая, она просто идеальная, просто идеальная сумка. Итак, последнее, что я вам сегодня покажу, будет обувь, которую я купила, и это сандалеты, одни сандалии израильской фирмы, одни сандалии немецкой фирмы, и они выделились из Азакла. Это Биркеншток, это Тевенаот, а у Биркеншток это называется, эта модель называется Альзона, у Тевенаот, я не знаю, как это называется, никак она не называется, а два ремешка. Вот, в общем, кто живет в Израиле, понимает, почему Габи купила такие, потому что Габи как стадо баранов, и весь Израиль, и все кибусники, которые живут в Израиле, ходят в таких сандалиях, и мои уже старые, я их проносила лет пять, они у меня просто вымерли. А я вам в инстаграме показывала фотку, сравнение нового сандалия со старым, старый там просто убитый сандаль, он на этот уже даже не похож. Вот, в общем, купила себе новый, ездила, покупала в магазине, в том месте, где их производят, магазин типа фабричный, и там еще скидка для жителей севера, в общем, они мне вышли чуть дешевле, нежели в магазине. А с этими у нас была интересная история. Я их заказала с Эсос. Кто из вас живет в Израиле и заказывает с Эсос свыше 50 фунтов серлингов английских, то бишь 300 шекелей, то есть код, который называется Israel18 на английском, и вы можете получить свыше 50 фунтов 18% скидку на все. Они стоят 59 фунтов на Эсос, и вместе со скидкой они мне выходили. На израильские деньги что-то там 200, я не знаю, 260-270 шекелей. Они стоили мне точно так же, как Тевнаот, одинаковая цена. Они кожаные, потому что сейчас многие биркиншток продаются с этим материалом биркин, бирко. А это кожаные черные, я их давно-давно хотела. Если вы следите за модными блогами, вы знаете, что у любого модного блогера есть черный биркиншток. Я очень давно их хотела. У меня размер в них 37, на размер меньше моего. Мой размер стандартный 38, у меня стандартный 38 размер. Тут я беру 37. Но что я вам хочу рассказать. Когда я заказала свои черные, по ошибке мне прислали вот такую вот пару. Я еще, я в них не ходила. Я сразу же, когда их получила, я понимаю, почему не ошиблись. Потому что на коробке было написано, это модель Сидней. На коробке Сидней было написано Аризона, и они просто не посмотрели, что есть в коробке. И прислали мне эти. Я сразу же написала имейл им, что так и так, вы мне прислали ошибочную пару, сфотографировала. И они мне сразу же прислали черные. И вот эти мне нужно им послать обратно. Но сейчас я их померяю, они мне нравятся. Так что, может быть, я за них заплачу и себе их оставлю. Да, в общем, тоже такие, ничего, прикольный такой цвет. Знаете, цвет такой, как бы, непонятный. Но вместе с тем, он такой нюдовый. Я его померяю, он под все подходит. Вообще, я вам хочу сказать, что кто из вас любит Birkenstock, на Asos очень часто есть и скидки, и вот эта вот, ну, скидка на страну. И вообще есть хорошие цены очень часто. Поэтому обязательно проверять. Например, в прошлом году я себе купила вот такую вот пару. Они были вообще копечно. Они мне вышли 30 долларов примерно. Я знаю, что, конечно, не каждый будет любить вот такой вот голубой цвет. Но вместе с тем, этот голубой цвет подходит и под джинсы, и под все. Ну что ж, это были все мои покупочки. Надеюсь, вам было интересно. Вы для себя записали какие-то заметки. Может быть, вам тоже захочется из того, что я показала, что-то попробовать. Напишите мне, что вам больше всего понравилось. Интересно, что вы думаете по поводу этого, этой курточки. Мне очень интересно. Напишите свое мнение по поводу этой курточки. Уже мне очень интересно, что вы думаете. Ну что ж, на сегодня все. Увидимся очень скоро. Пока.